Вопрос. Вот бывает такое, что в жизни случается, что-то происходит, а ты как будто бы это уже раньше видел. Это называется дежавю. Это хорошо или плохо? Как к этому относиться? А вот индийство спросите в Индии-то. У них это сплошь и рядом идёт. Перевоплощение. Это они говорят. А Господь нас предупреждает, ангел-хранитель, показал, всё. Тут для верующего ничего нет особенного. Я всё вижу, что каким-то пароходом меня везут по реке, кажется, Ленина, север, арестованную. Ну и что? А то где-то я там в университете веду занятия, с ректором говорю и прошу, говорю, а ещё какие тут есть университеты? Мне недостаточно, что я в пяти веду занятий. Я и во сне тоже самое. Однажды проснулся, я там доказываю ему, что неправы. Лежу на спине, и вот так рука поднята, я показываю, а вот написано, написано, и сам плачу. Проснулся, у меня слёзы текут, и рука поднятая так. Как это так? Это Господь заранее говорит. В одном месте назначили встречу у старообрядцев. А я ночью вижу сон, ну сон есть сон, что у них там как большой балкон, и там одни демоны собрались, и такое безобразие творят. А я возьми-то расскажу. И когда явились от них люди, стали вести себя точно так же. Как? Господь предупреждает. Ни иркарнации, ничего нету. Вот так. Благодарю. А вот другой вопрос. Такой, по Священному Писанию. Может Господь отменить своё обещание? Может. Например, он предсказывает какую-нибудь кару через пророков грешникам. И грешники вняли голосу Божию и исправились. Определение Божие может не быть исполнено, или оно непременно исполнится, а только отложится на неопределённое время. Есть в Священном Писании примеры этому? Да притом не единожды Писание мы такое встречаем. А то об этом говорит порок языки. Или если Господь сказал, там читаем третью главу, двадцатую стих и дальше, и определённо, чётко. А человек изменил путь, то я отменяю сказанное. Он сам говорит. Отменяет. А бывает так, что человек всю жизнь делал дела праведные, а потом неправедные. Ни одно доброе дело не вспомянется. Бог будет судить по тому, что осталось. Это отвечен на ответ прямо уже так. Так что... Вот и умиралка от обид, говорит. Неве должна быть разрушена. Она не разрушена. Ты всё-таки уходи от неё. Раз Господь сказал, у них не будет даже покаяния. И город будет разрушен. Вот пример из книги Тавита. Речь идёт о Неневе. Вот так. Спасибо, Христос. Вот у меня третий вопрос, последний. Андрей Ткачёв, протырей, говорит, что Достоевский привёл к Богу больше душ, чем все священники вместе взятые. Это можно так сказать или нет? Нет, нельзя. Как вы думаете? Никак. А что он больше всех сделал, Достоевский? Привёл к Богу больше душ, чем все священники вместе взятые. Ну, да теперь, теперь, сейчас бы, допустим, здесь был отец Андрей. И сейчас сказать, если вы это не докажете, снимите сам себя. Потому что лжец не должен носить ряду, не должен руки поднимать в алтаре. Кто пришёл через Достоевского, конкретно, да, для меня он дорогой, близкий, где пришёл? Покажите. Он до конца в рулетку проиграл всё, с серёжками жены всё снимал. Ну, какой же пришёл к Богу больше, чем все священники? Ну, зачем он? Это он любит, чем ошарашить людей. Ни одного конкретного человека показать никто не сможет. Нет, нигде об этом сказано. А что он написал, и вот хорошо, и люди прочитали, братья Карамазовы, там, великие инквизиторы, пришли к Богу? Нигде неизвестно это. Это только подтвердило необходимость бодрствования. Поле битвы сердца людей, воистину, так, дьявол борется с Богом данную. Никто не говорит, что через это пришёл. А то, как Серафим сказал, обрети дух мирен, обратятся вокруг тебя тысячи. Ни одного не обратился никто. Давид говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. Вот как. Мирен, мирен, я мирен, и мы в это верим. Но только заговори, тот голос мой. Некоторые не переносят, они готовы там, не знаю, какие, миллионы вложить, чтобы ты ко меня не было. А я здесь. И которые воевали, священники у меня, ни одного нету, все умерли. До 70 лет не дожил никто. А вот фильм, который составлен, второе крещение Руси. Ну, и у них интервью тоже там берут, режиссёр Кузнецов. И они просто ярость такую, говорят, ужасно где-то. И всё, один по-другому умерли. Никого нету. А я, как, мой отец говорит, кто-то его там обидает, говорят, они передохли, а я всё живу. Но я не могу сказать это. Я говорю, так их никого нету. А уж у них такая была власть. Там они, мне сказал один архиерей, говорит, такой власти, как ваш благощиной, Войтович Николай Павлович. Только два архиерея, говорят, у нас в России имеют такую власть. Даже архиереи такой власти не имели. Ему власть советская всё дала. Ну и вот так. А на пасхальную ночь тут милиция охраняли, там не пускали молодых. Ну и у них такой фургончик, как газель. Ну а я подошёл и говорю, мне бы туда попасть-то как? Да и как? Ну они там все это сгуртовались, уже никого не задерживают. А я им стал о Боге говорить. И что интересно, отец Николай всегда против. А здесь, так я слышал, вы прямо о милиции так и проповедовали. А потом сидит, как кто его рассказывает, а победа-то на нашей стороне была. Он уже не враг. Душа-то заговорила. Он меня причастил, когда я сидел ещё в СИЗО. И я ему не то, что там прощаю, а просто говорю так. Я до конца молился о нём. И сын у него молодой. Прямо совсем молодой. Внезапно умер. А тоже был благочинный там и проще. Александр. Хороший, хорошие так. Остались снимки одни. Заболел. И всё. А я ходил, там один священник попал в тюрьму. Он там многое что-то делал. Ему купили дом, он вроде продал. Ну подали в суд, ему дали лет семь. А я теперь туда хожу в тюрьму, я сотрудничаю с ней. Я узнал где, всё начальство мне знакомое. Я говорю, у меня встречу бы с ним. Ну и дальше уже. Я за него иду и ходатайствую. Тогда был ещё, не Масенич, кажется, после, Дмитриев, Максим. Где-то в Ельце он сейчас. Я говорю, он уже и не священник. Ну вы заберите назад-то заявление. Нет. И вот кто, интересно, там участвовал у них кассир, не епархия, а благочиня своего. На него напал, там, говорит, Амосов его фамилия вроде. Его убили, зарезали. А он как раз был против отца Владимира, этого самого, которого посадили. А я иду к прокурору края, по правам человека, везде ходатайствую о нём. Он сидит. Ему тяжело. Ну и мало того, освободили когда-то, так он к нам ходил, молился. И теперь я вас спрашиваю, отец Владимир, а вот вы говорили, когда люди к вам обращались про нас, что у нас икон нету. Говорил. А зачем? А чтоб к вам никто не ходил. У нас ходили, будут ходить. А дальше вы говорили, что, ну и что, епископ есть. Они его палками гонят, говорит, бьют, пока он там за рощей не окажется. А то Евтихия Курочкина. И говорили так? Говорил. А зачем? А чтоб к вам не ходили, считали за сектантов. А теперь, ну всё, дурак. Вот такое дело. И когда там статья вышла про него, мне с ним встречу назначали, приводили отдельно там со следователем, я беседовал, чтобы он всё вернул. Он соглашается, а потом уже на выходе говорит, ну как я верну, когда это моё? А в газете написали, что попало папу в рот, то он не выпустит. Вот так. Дело Божье всё, Божье. Я вот не помню, чтобы за свою жизнь хоть одну таблетку съел. Нету? Вот сейчас я хожу там, тренируюсь, вот выставлю ролик. Сегодня я много новинок внёс. Ходить надо больше. Какие гимнастики делать там же. На улице там подскользнёшься, а я теперь в комнате наискосок, табуретки по сторонам. И получается, с одного в угол в другой я пройду, у меня получается 10 шагов. Небольшие, а так. Главное, чтобы колени шевелились там, сгибались. Ну и в день я должен пройти туда-сюда, это один, туда-сюда, два. 350. 350 на 20, то есть 700 почти. Без малого 700 шагов я должен делать каждый день. Так я ходил под мост, молился, потом по крыльцу, а с сегодняшнего дня в комнате, думаю, как я не увидел-то. И Володя всё заснял это. Давай будет интересно смотреть. Вот такое дело. Ну что, наверное, молиться будем? Да, тогда назначайте, Игнатий, раз вопросов нет ни у кого. А сестра Небора что-то хочет спросить. Тогда давай, Небора. Игнатий Тихонович, в книге судей, сейчас одну секундочку, я отправлю, я просто не спою. Что-то прерывается. В книге судей говорится, что когда мать начнёт. Прерывается и ничего, не могу понять, что. Александр, по Сабинам. Так, сестра, в книге судей что там? В книге судей. Что там такое? Вот я отправила место писания. Почему написано дом... Нет, это не место писания. Да, почему написано дом Божий с большой буквы? Когда там штуканы были. Ещё непонятно. Какой-то звук. Вопрос я сейчас сформулирую. Всё, я понял вопрос. Вопрос у неё такой. В книге судей, 17 глава, с 5 по 6 стих сказано. И был у Михи дом Божий. Дом Божий. И сделал он Ефот и Терафим. И поставил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот вопрос у сестры такой. Почему, говорит, дом у этого Миха имел идолов? И почему этот дом называется дом Божий? А почему вот мы верующие вроде бы знаем Бога, считаем по Библию. А в то же время называем себя грешниками. Грешными. Как так? Дом Божий, он был дом Божий, а там появилось другое что-то. И домом Божиим называется, где Бог прослабляется. И играли какую-то роль у него, не знаем мы это. Но раз дом Божий, значит так. Так а там в доме Божьем-то что было? Вот они там, красноармейцы были, а там изображение Христа. Он штыком проткнул где уста Христова. Вложил папиросу и говорит, кури, товарищ, пока мы здесь. То есть всякое было, омерзительные дела. А потом человек меняется и может из разбойника быть святым. Так что ничего тут нету противоречащего. Игорь Тихонович, там просто, и вот я несколько раз слушала, я ничего не поняла из этого места. Там из-за этого такая смута началась, что забрали вот именно этих идолов. Вот саму историю я не поняла. Почему так произошло? Люди такие были. Но почему, когда Яков выходил, почему у него там ракета сидела, когда она на седло? Я отцу сказал, Лаван, вот я не могу встать, у меня обыкновенная женская. А сама на идолах сидела. А он потом их зарыл. Ну, у него в семействе были идолы, но он никакого отношения к ним не имеет. Так что говорить определенно, четко мы не можем. Но что написано, из этого мы узнаем. Что сердце его принадлежало не идолам. Может быть, по старинке что имел. Некоторые уже ушли из партии, а партийный билет все еще дома держат. Несомненно, Миха знал Бога. И поэтому они его взяли. Что тебе, одному лучше или с нами лучше? Да он с ними пошел. У нас, допустим, православные. Это сейчас вот все, что ставит человек выше Бога, это есть идолы. Ведь у православных посмотреть сейчас так, как следует. Да и два поклонники самые настоящие. Икону шарятся там где, они еще не видят. Это даже сказать нельзя. Вот привезли там какая-то частица Матроны. Кто она в Матронах? Кого она спасала? Что? Ну, принято молиться, молиться. И я не молюсь никогда ей. И дальше уже начинается. Вот привезли теперь специально маленькие иконки, а и большая-то икона деревянная. И стоит священник, это во время богослужения-то, и берет и натирает, энергию снимает. И дают люди тут, хватают. А они везут потом к прицепу машины, и там два священника сидят и прямо икону держат. Ну, даже лопоклонство самое настоящее. Воскресенье Христово никого нет. Это не кто-нибудь говорит. Это даже Андрей Ткачев подмечает это. А привезли какие-то мощи, весь город собрался. Ну, придет вам Илья, он вам башки-то поотвинчивает. Это его слова. Ну, вот так. Все, что выше Бога, это и свяло поклонство. Так как праздник иконе Божьей Матери. Божья Матерь одна, ни Казанской никакой, ни Тихвинской начинает, с парительницей хлебов. Она одна. Но празднует-то иконе, уже поклонение икона. Тут уж не надо отговариваться-то. Празднование Казанской иконы Божьей Матери. Вот и все. Вот это мощь, обретение главы, обретение... В районе Господь сказал, прах ты и в прах возвратишься. Все. Дух идет к Богу, а тело в землю, как и Клиас сейчас пишет. И на этом конец. Нет. И показывает, как отрубленные ноги, отпиленные. Там пальцы, там в судороге сжались у них. И священник там моет, может, видели эту картинку. И люди там еще ведрами щерпают воду. Все говорят, куда? Ну, куда там? На заварку? Я не знаю, куда. Ну, оставьте покойники. Кости там, чемоданами целые привозят. И вот режут где-то, фаршируют тело. На каком основании? Ни один святой не разрешал что-то сделать. Ну, вот Симеон Столбник. Его рукоположил, не прикасаясь к нему, он на столбе стоит. Не столбе, а столб. Как большая бочка, так можно сказать где-то. И вот он, когда умер, а он, патриарх, решил у него две волосинки взять из бороды. Гром и молнии, и рука отсохла. Не резать. А когда мы считаем, некоторых святых у них было, а они уходили, и нигде никто не мог похоронить. Уходили. Они наказывали, не прикасайтесь к телу моему. Вот его нет, этого человека. Почему? Он спрятал себя в пещере, заложился камнями, камнями, и там и остался. Уже ничего нельзя забыть. Эпидемия. Вот Мощи, вот этот Муньос-то ездил с ней, с иконой. Ну да, и убили, и икону утащили. Никто не знает, где она. И он погиб. Так что нам во многих местах лучше промолчать. А сказал я, вот я считаю. Я не считаю у меня иконы, он весь угол в иконах. Показать-то как я могу? А ну-ка, я покажу все-таки. Ну-ка, подожди. Видать или не видать? Вам видать икону у меня или нет? Видно хорошо. Ну, это комнате. Ну, у меня здесь вот Секстинская Мадонна, называют. Мать Божия. Рафаэля. Картина номер один во всем мире. Ну, и что? Картина и картина. Ну, она показывает. В щетичь, которая вот, переком, мещина орала. Она это, я видел, где-то в Нью-Йорке, кажется, было. Вон, здание он. И там эта огромная фигура стоит. Вроде бы убрали ее. Ну, взял из пророка Исаия. Перекуем, мещина орала. Он, когда смотрел вот это изображение, младенца на руках Бога Матери-то, и говорит, тут неправильно нарисовали. Ребенок так, в таком возрасте, не может так смотреть. Это глаза взрослого мудреца. А кто там гид был? Может быть, потому что это Бога-человек. И он сразу поник. Такой скульптор на весь мир известный. Ну, вот картина. Папа Сикс. Католики его знают. Рисовал католик с бородой, а они бритые. Восемьдесят с лишним лет, и папа скоблит себя. Глядеть не могу. Противно. Искажение какое. И, да мало того, вот у баптистов тут все бритые, и все в галстуках. Ну, какая же это вера? Вера во всем. Все иное. И на бытие. А что бы было? Ну, для чего? Понравится женщинам. А женщина знает, что это подкаблучник. Или гомосексуалист. Других вариантов-то нету. Мужчину ему дана борода власти. Это власть. Как теперь определяет эта вся энергия тут. У какого-то спецназа американского специальное исследование провели, которое с бородами никакой потери нету. А там процентов 20 погибло. Оружие там заедало. У этих никогда. Почему? С бородой, говорит, связано. Это мирские люди понимают. Ну, вот я попутно это все говорю. Так что там никаких противоречий нету. И что известно, согласно того, мы можем делать разные выводы. Но вывод, он любил Бога. А поклонялся это не было. Не знаем. Терапии мы разные. Не знаем. Так, еще что? 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 Никого нету. Все ушли. Ну, тогда назначайте, Игна Тихонович. Да, я так и думаю. Хорошо. Обращаемся вот на операцию, дорога. А вот Владимир Косихин здесь? Я в автобусе еду. Ладно, отпадает. Отпадает. А Георгий Байдуков здесь? Здесь? Как долго? Ну, вы знаете порядок. Пропоют достоинно, сразу же прочитает эту молитву. Скажите, своими словами помолитесь. И в конце обязательно прославьте Святую Троицу. И громко скажите «Аминь». И кто с ним согласен, говорите «Аминь». Молитва делается вашей. И молитва усилился во столько раз. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть Акова истину, блажите Тя Богородицу, призноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без ослания Бога слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Боже, милосердный Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность браться здесь, у ног Твоих. Благослови всех, через которых вера святая, как коснулась наших сердец, мы можем молиться в истине, стоять в истине. Мы в Церкви, Господи, православные. Мы благодарим Тебя за их. Господи, что Ты нас всех нашел, соправно здесь всех. Мы благодарим Тебя, Господи, за все. И славу высылаем. Отцу и Сыну, Святому Духу, и не всегда, и вовеки, и вовеки. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.